Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Псалтири и сегодня мы будем читать 65-й Псалом. В православной толковой Библии преемников Лопухина говорится «Писатель Псалма приглашает все народы воздать хвалу Богу, проявившему свою силу в необыкновенных делах». Это 2-й и 3-й стих. После перечисления примеров божественного водительства над евреями с выхода последних из Египта писатель останавливается на изображении настоящих бедствий. Это с 10 по 12, от которых Господь избавил свой народ по молитве писателя этого Псалма, то есть Давида. Об этом свидетельствует 18 и 19 стих. Псалом небольшой, он имеет всего 20 стихов, имеет надписание по септуагенте «В конец, песнь Псалма, воскресенье». Песнь Псалма, воскресенье. Считается, что вот это добавление «Воскресенье» — это раннехристианское. Это указание на литургическое употребление этого Псалма именно в воскресный день у христиан. И в церковнославянском тоже надписание сходно с септуагентой «В конец, песнь Псалма, воскресенье». Немножко сложнее будет по-еврейски «Управителю песнь Псалом» и сразу уже идет как бы и заглавие, и начало Псалма. Но вот в еврейском тексте это больше как заглавие. «Восклицайте, вы Богу, вся земля». «Восклицайте, вы Богу, вся земля». Это как бы основная мысль Псалма, она излагается в самом начале. Значит, с еврейского это будет «Ламна циях, шир, мизмор, хариу, лелохим, коль харец». «Коль харец», то есть «вся земля». И мы начинаем чтение самого Псалма. «Воскликните Господу, вся земля, пойте имени Его, создайте хвалу, славу хвалою Его». Вот так. «Создайте славу хвалою Его». Что может это означать? «Создайте славу хвалою Его». То есть Господь вдохновил Давида в Духе Святом написать эти Псалмы. И мы вот этими же словами, которые проистекают от Бога, мы воспеваем Бога. Ну, о чем здесь и сказано, создайте славу хвалою Его. Сначала воскликните Господу, а потом пойте имени Его и создайте славу хвалою Его. То есть даже те слова, которые мы произносим, прославляя Бога, восхваляя Его, они нам не принадлежат. Они тоже проистекают от Бога. «Скажите Богу, сколь грозны дела Твои, по множеству силы Твоей солгут» «Солгут» имеется в виду обмануться в своей силе и замыслах, то есть нечестивые. «При множестве силы Твоей солгут пред Тобою враги Твои». То есть они обманутся в любом случае, их упование на свою силу чисто физическую, это никак их не оправдает. «Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний». Вся земля, прежде всего, имеются в виду все люди, живущие на земле, хотя часто в Писании говорится о том, что и мир природы воспевает Бога, там горы, потоки рек, движение моря, птицы небесные. То есть Давид показывает мир, который полон слабословия Творцу и как бы неодушевленные твари тоже воспевают своего Создателя. «Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний». То есть Вышний – это превознесенный над всем творением. «Придите и зрите дела Божие, как Он страшен в определениях о сынах человеческих». Ну, сразу возникает вопрос, а куда мы можем прийти, чтобы убедиться о том, как Господь страшен? Может быть, это призыв войти в Храм Божий, где изучался Закон Божий, и можно было убедиться в том, кто же управляет этим миром. Перевод с еврейского «Идите и узрите созидание Божие, он грозен содеянным над человеческими сынами». Действительно, мы познаем Бога невидимого, как пишет апостол Павел, через рассматривание творений видимых. Поэтому мы можем постигать величие Бога, читая Писание, изучая Закон Божий в Храме, о чем, возможно, и рассуждает Давид, и в то же время взглядываясь в небесный свод, вникая в самого себя, как у апостола Павла сказано, «Вникая в себя и в учения, занимайся тем самым постоянно, так ты спасешь и тебя, и себя, и слушающих тебя». Далее. «Он обращает море в сушу, реку пройдут ногами». То есть чудеса Бога, они многоразличны. Но здесь имеется в виду конкретные чудеса. В каком случае Бог обращает море в сушу, когда еврейский народ исходит из египетского рабства? А в каком случае реку пройдут ногами, когда они входили в землю обитованную, то и Ордан, а возвратись спять. Далее. «Там возвеселимся о том, кто силой своею владычествует вовек. Очи его на народы взирают, дабы не превозносились собою люди, огорчающие его». Действительно, люди могут превозноситься сами собою, то есть хвастаться тем положением, которое они занимают в этом мире. Но что это значит перед лицом величия Бога? Они такие люди, которые превозносятся, они как бы огорчают Бога. Вот по тексту саптуагента получается именно так. «Они же непокоряющиеся», то есть люди, непокорные Богу, царю и другим людям, то есть жестоковыны. «Кто силою своею владычествует вовек, очи его на народы взирают, дабы не превозносились собою люди, огорчающие его. Благословите народы Бога нашего и произнесите громко хвалу ему». Ну, здесь может возникнуть вопрос, а зачем надо именно громко произносить хвалу Господу? Феодорит Кирский настаивает на том, что громко надо произносить хвалу Господа, чтобы научить и других, чтобы других людей с одной стороны научить такой же хвале, а с другой стороны, чтобы они уразумели, что нам есть за что благодарить Бога. «Он сохранил жизнь душе моей и не дал поколебаться ногам моим». То есть призвав народы, племена к прославлению Бога, Давид свидетельствует о чем-то таком субъективном, личном, что в моей жизни Господь принял участие и защитил меня, помог мне. «Ибо ты испытал нас, Боже, огнем очистил нас, как огнем очищается серебро». С помощью огня отделяются любые примеси, которые могут быть в драгоценных металлах, и через огонь испытаний, которые нам посылает Господь, он может нас усовершенствовать. «Вел нас в сеть, положил скорби на хребет наш». То есть Господь может нам попускать какие-то трудности, но он это делает с одной целью, чтобы нас усовершенствовать в этих трудностях. «Положил скорби на хребет наш». Это наподобие того, как нагладывает тяжелую ношу на вьючных животных. Так Господь какие-то трудности посылает нам. «Посадил людей на головы наши». То есть отдал нас во владычество другими народами. Какие люди сидят на голове россиян, например? У россиян есть противники, то есть народы, которые злоумышляют против россиян. И в каждом таком случае Господь попускает это. «Посадил, то есть ты, Господь, людей на головы наши. Прошли мы через огонь и воду и вывел нас в покой». Огонь и вода – это как бы участь второго и первого мира. Первый мир, он оканчивается в водах потопа, а второй мир, это тот, в котором мы живем, он приберегается для огня. И у пророка Исаии об этом огне сказано, «Вы изготавляете огненные стрелы на день суда, войдите, проклятые, в огонь свои, уничтожьте друг друга». То есть Исаия не мог написать, «Вы изготавляете ядерное оружие на день суда, войдите, проклятые, в огонь свои, уничтожьте друг друга». Он говорит так, как это понималось в то время, и пророк мог видеть эти огненные стрелы, которые сокрушают целые континенты. «Посадил людей на головы наши». Это могут быть и правители злые, которые посылаются нам в наказание. Святые Отцы, и Писание об этом тоже говорит. Если мы ведем себя благочестиво, то правители над нами являются благословением для нас. Если мы ведем себя нечестиво, они являются наказанием для нас. То есть власть не надо пенять, лучше посмотреть в зеркало на самого себя. И исправляя самого себя, мы исправляем мир, в котором мы живем. «Войду в дом твой со всесожжением». Вот это мечта души Давида, войти в дом Божий. «Исполню пред тобою обеты мои». Но он мог это сделать в формате походного храма, походной эскинии, где совершали левиты в то время всесожжение. «Войду в дом твой со всесожжением, исполню пред тобой обеты мои». То есть очень важно, что те обещания, которые мы дали Богу, мы должны их исполнять. Кстати, это относится и к обетам крещения, когда за нас крестные родители обещались, что мы отрекаемся от дьявола, от злых дел его, от служения его, от гордыни его и от ангелов его, то есть от бесов. «Войду в дом твой со всесожжением», то есть не с пустыми руками, надо входить во дворы Божьими, а с добрыми делами, «Исполню пред тобой обеты мои, которые изрекли уста мои, произнес язык мой скорби моей». Вот здесь как бы прецеденты, что скорби мы должны давать, обеты перед Богом. «Всесожжение тучное вознесу тебе с фимиамом и овнами принесу тебе валов с козлами». Ну, в христианском формате Господь не нуждается ни в валах, ни в козлах, потому что есть совершеннейшая жертва, это Сына Божия, Который нас ради человек воплотился на земле и был принесен в жертву за наше преступление, как и сказано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Далее. «Придите, послушайте все боящиеся Бога, и оповедую вам, что сотворил Он для души моей». Действительно, очень важно, когда мы рассказываем именно о том, что Господь сотворил в нашей жизни, с нами. Такое свидетельство, оно более достоверно. «К нему устами моими я взывал и превознес его языком моим». То есть, взывал и превозносил. То есть, взывал к тому, кого превозносил, то есть, кого восхвалял. Такой смысл. «Если бы я узрел неправду в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть, если бы я обнаружил какую-то неправду, то как бы Господь меня услышал? «Но услышал меня Бог, внял глазу моления моего». Это означает, что любая неправда покинула сердце Давида. «Благословен Бог, благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил милости своей от меня». Здесь мы видим, как вот некая синергия соработничества с Богом, очищая свое сердце, Давид делает более успешной свою молитву. Господь слышит ее, потому что видит раскаянное сердце Давида, очищенное от всякой примеси, как огнем очищается серебро. Серебро.